Мифы об арт-терапии мы попробуем сегодня вместе с психологом Оксаной Дон. Доброе утро! Доброе утро! Оксан, скажите, пожалуйста, доброе утро. Я вас позволила себе перебить, не останавливайтесь. Да, да, вы прям так все хорошо рассказали, поэтому буду дополнять. Ну, твою историю, а сейчас будем говорить о настоящем арт-терапии. Любое творчество является в принципе арт-терапией или как? Да, я думаю, что любое творчество, арт-терапия намного шире, да, и каждый использует арт-терапию, несмотря… Ну, я бы сказала так, арт-техники используют, арт-направления используют, потому что мы рождены с этой творческой креативной энергией. И взять её отобрать у нас, ну, это идти от обратного, да, это не про развитие личности со всеми составляющими, а это про развитие как бы одной какой-то части. Поэтому вот арт-терапия, она, знаете, как встроена в нас, в людей, которые творят, которые креативят, и без этого, ну, совсем никак, да, сухие там цифры или как-то всё очень линейно. Это не совсем про человеческое развитие, повторюсь. Поэтому если мы говорим про арт-терапию, то она у нас живёт, она в нас живёт, да. Ну, я с вами соглашусь. Оксана, извините, да, буду высказывать своё мнение. Да, 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 конечно, да. Можно совсем совпадать с вашим. Если говорить, соглашусь в том плане, что где-то в нас живёт, если посмотреть на маленьких детей, они же все рисуют. Кто-то танчик им, значит, молюет, кто-то там девочек, принцесса, краса. Ну, рисуют, рисуют, рисуют до какого-то возраста, а потом, оп, и как-то вот канал почему-то перекрывается. Да, да, да. Что происходит? Причём не от работы, не от ежедневной рутины, вот как-то раньше это происходит. От чего это зависит? Смотрите, потому что когда рождаются, мы ещё не зашоренные, мы такие открытые достаточно, и мы этой фонтанирующей энергией пользуемся, творческой энергией, да. И когда у нас появляются чуть старше какие-то обязанности, какие-то правила, учебный процесс, ты должен что-то делать, ты должен учиться, ты должен… Ну, вот это должностование, да, оно накладывает отпечаток, и тогда у ребёнка не появляется вот эта энергия, да, у ребёнка не появляется вот это фонтанирование. Конечно же, он садится, начинает писать то, что не сильно ему нравится, считать то, что ему не сильно нравится. И в этот момент, конечно, уходит эта энергия на какое-то время, да, вот этот промежуток. Либо же рисовать это для малышей, да, кто постарше, говорит, что я должен рисовать? Рисовать это для малышей. Но есть же очень много других вариантов, не только рисунки. Есть, как вы правильно сказали, инсталляция, есть лепка, есть рассказывание сказок, есть игровая терапия, песочная терапия, то есть масса материала для работы. Если не хочешь рисовать, то мы можем попробовать что-то другое, и это тоже будет творческий процесс. Возвращаясь опять-таки к детям, большинство же не мечтает стать бизнес-коучерами или экономистами, артистами, певцами, художниками. Всё равно вот это творческое. А потом канал перекрывается. Что происходит, если у взрослого человека открыть этот канал? Если открыть этот канал у взрослого человека, и в принципе я из своей практики скажу, что люди всё-таки возвращаются и говорят, я так давно не рисовал, да, вот мне так хочется порисовать. Они возвращаются, говорят, о боже, мы что должны рисовать? Я не помню, когда я там делал. Они возвращаются к своим истокам, они возвращаются к своей детской части, они возвращаются к своему внутреннему ребёнку. И когда мы говорим про то, что же происходит, когда они возвращаются к этому, они начинают видеть все грани себя, да, они видят, что что-то они отсекают и не дают вот возможности, да, возможности образного мышления, возможности как-то подумать не так, как обычно они мыслили, да. Вот даже какую-то закорлючку нарисовал, казалось бы, да, там, или что-то взял, там, шишку нашёл и куда-то её выложил, цветочек как-то поставил. Вот уже другой настрой, другое настроение. И, в принципе, это, наверное, помогает человеку выжить в каких-то непростых ситуациях. Почему мы говорим... Ну, очень многие мои знакомые во взрослом возрасте стали рисовать картины по номерам в какой-то стрессовой ситуации или ходить в какие-то студии лепки. Да, действительно так, где-то, наверное, медитативный процесс, да. Это расслабление. Да, вот, Оксана, методиками арт-терапии по умолчанию владеет любой психолог или это какое-то отдельное знание, которому нужно отдельно учиться? Я бы сказала так. Арт-терапия, все говорят, это для детей рисование, и, как правило, это сводится к тому, что там это только всего лишь рисование. Но если смотреть арт-терапию как действительно терапевтический процесс, то это очень глубинный процесс. И можно по незнанию навредить как бы, да, методиками, да, вот, и даже граната в руках обезьяны может привести как бы к неплачевным результатам. Ну, и даже кисточка с акварельной краской может быть той гранатой. Да, я вот за то, что это должно быть экологично, я всегда за то, что это должно быть очень подтверждено и очень глубокий подход. Нельзя сказать... Да, все берутся за арт-терапию, понимаете, потому что это, ну, для меня, как арт-терапевта с большим стажем, это такой бич, потому что, ну, происходит так, что я буду арт-терапевт, что там сели, порисовали, бегом-бегом, и всё. Что там, ну, зачем эта наука? На самом деле арт-терапия, как и другие направления в психотерапии, они очень глубинные. Просто к ним иногда поверхностно относятся, и поэтому если кто-то хочет углубиться в арт-терапию, то это действительно очень глубинный, такой медитативный, ну, мудрый процесс. Ну, вот про углубиться. Когда я рассказывала об истории арт-терапии, мы вспомнили Фрейда, вспомнили Юнга. То есть, в принципе, арт-терапевт, не психолог, а арт-терапевт, он может и разъяснить смыслы тайные, которые скрываются в работе человека, погруженного в такой арт-процесс? Безусловно, рисунок, любой вид, продукт творчества, который клиент излагает на листе, либо где-либо, то любой продукт, как бы, это про то, что можно сказать, что внутри у человека. Безусловно, как бы, вот этот творческий процесс. Единственное, что, опять же, нужно очень грамотно, очень мудро подходить, не прочитав же книгу и сказать, «А, у тебя тут вот так, вот так». Нужно задавать вопросы уточняющие. То есть, если работа, это как терапия. Поэтому мы говорим, конечно же, читать, по руке гадать, а можно по рисунку, как бы, прочитать, и по продукту творчества можно прочитать, что действительно происходит у человека. Ну, то есть, пациент расслабился, включился в этот медитативный, ну, что ж, я не могу ли слово «медитация» никак выговорить о процессе, и может, невзначай, выдать о себе те факты, которые даже хотел бы и скрыть? Конечно, конечно. Это очень удобный способ, когда человек говорит, «Нет, нет, нет, это вот не то». А на самом деле, знаете, так часто бывает, когда сейчас, ну, арт-терапия доступна, у нас всё доступно, да, сейчас в интернете в такую эпоху. И когда родители там рисуют рисунок, я прошу их нарисовать рисунок для диагностики семьи, а они говорят о том, «Я знаю, тут нужно нарисовать ручку, потому что вы скажете, потому что она в книге прочитала, да». Ну, я вам хочу сказать, что когда мою племянницу водили по психологам, и она уже точно знала, как ей нарисовать домик, чтобы к ней не возникало никаких вопросов. Вот, вот, вот. Понимаете, ну, когда мы задаём вопросы, да, и смотрим, как рисуют, наблюдаем, да, как у ребёнка мимика, там, или у взрослого человека, вот эти всё-таки умозаключения, «Я знаю, как рисовать», это уже, как бы, первый звоночек к тому, что, ну, к тому, что есть что скрывать, да, и тогда мы просто можем поговорить на эту тему. Поэтому арт-терапия, если в грамотных руках, то действительно это такой благодатный, очень под рукой в любой момент инструмент, да, там не обязательно можно сочинить историю, сочинить сказку, там, к примеру, не имея карандашей и листа, к примеру. Да, он очень доступный, но очень, вот, ну, нужно грамотно к нему подходить. Ну, это моё мнение, это профессиональное такое. Ну, вот если же мы заговорили о том, что, давайте про рисунок, самая простая какая-то форма, что чаще всего по детскому рисунку можно что-то понять, потому что дети не стремятся скрыть, они не очень понимают, чего от них хотят, да, нарисуй. Вот что можно понять по детскому рисунку? Допустим, проходила мама, заглянула и такая, ой, всё, пошли к специалисту. Да, вот тот момент, опять же, из-за серии, что всё доступно, да, и мамы очень много читают, не понимая психологию. И, допустим, увидела рисунок, всё нарисовалось чёрным, вот, да, из практики скажу. Ну, и сразу ужас какой-то, да? Сразу ужас, нужно красное или чёрное. Всё, это кровь, агрессия, чёрное – это тоже агрессия или там что-то ещё. Притаскают этого ребёнка на консультацию. На самом деле, ребёнок посмотрел мультик, да, там, ну, к примеру. На самом деле, ребёнок находился в какой-то, ну, своём процессе недостаток энергии. Ребёнок хотел рисовать везде землю, понимаете? Ну, как бы, вот моменты, не всегда это про то, что красное и чёрное, это про агрессию или там всё, печаль, ужас, или смерть, или что-то ещё. Это может вообще выход энергии. В арт-терапии, если мы говорим про классику арт-терапии, там нет интерпретации цветов. Мы можем предполагать, что это такой-такой цвет, но интерпретации цветов как таковой, вот наложить, знаете, такое клеймо, что ты там, да, агрессивный или тревожный, или там ещё какой-то, да, суицидальный, такого нету на самом деле. Мы говорим, что ты вкладываешь, и так интересно, когда дети говорят о том, что ты. Я посмотрела, там всё было красное, просто красный фон. Вы знаете, Оксана, буквально на выходных прочитала историю, которая мне показалась забавным, я её для себя положила в копилку, поскольку знала, что сегодня пойдёт об этом речь. Некая мама рассказывает про их случайное посещение психолога, незапланированное совершенно, где ребёнку попросили девочку нарисовать семью. А потом психолог начала бить в колокола, посмотрите, как всё плохо, потому что на первом месте хомяк, он большой, он такой вот прям на весь экран, на весь лист. За хомяком видно папу, и папа в какой-то каске на голове. И где-то далеко непонятная мама, и вот видите, ваше место в семье вообще как-то вот не считается. Остальные подробности я не запомню, потому что расшифровка мамы, она меня по-настоящему рассмешила, выяснилось, что ровно за день до этого папа, гуляя с дочкой, нашли, натолкнулись на продавцов хомячков и купили хомячка. Так как хомячка нужно было донести домой, было холодно, папа снял с себя шапку, и хомячка несли в этой шапке. Когда принесли, мама была в шоке и сказала, нам же нечем его кормить, и побежала на кухню для того, чтобы найти хоть что-то, чем можно этого хомяка вот внезапно покормить и снять у хомяка стресс. И все это, в принципе, было видно на детском рисунке. Большой хомяк, за ним папа в каске, и где-то маленькая мама, наверное, подразумевала, что она на кухне, ее не видно, а только слышно. Вот, но выводы были сделаны очень интересно. То есть, если мы не хотим видеть депрессивный рисунок, убираем черные карандаши? Ну, не обязательно. Я никогда не убираю, смотрите. Вот почему? Ну, если мама не хочет видеть, то она, конечно, будет убирать, но желтый цвет тоже, если по диагностике, цвет алкоголиков и наркоманов, понимаете? Поэтому, любимый цвет, если мы говорим про это, поэтому уберете черный, появится желтый. И где гарантия, что это? Вот, не интерпретация желтого будет. Просто не везде. Интересно было бы говорить о цветовосприятии не только с точки зрения каких-то людей, чувствующих энергетику цвета, но и с точки зрения вот науки, психологии. Да. Еще, наверное, вот один вопрос, Оксан. А вот на что все-таки стоит обращать внимание? То есть, что не стоит, что такое мелочи, а что важное? Я бы вот тут, как бы, правильный так, ну, правда, вот вопрос, потому что есть вариант, на что обратить внимание. Обратить внимание, когда нет лица, обратить внимание, когда нету, ну, там, ручек, ножи, когда человек не может нарисовать, да, какие-то части тела. Не потому, что он не может их нарисовать, потому что он не хочет их нарисовать. Если это диагностика семьи, возможно, кого-то забыл, ну, в рисунке, себя забыл, да, если особенно это запрос такой, что не чувствует ребёнок в семье себя комфортно с появлением, там, второго ребёночка или третьего ребёночка, к примеру, да, ну, вот, или развода родителей, например. Поэтому мы говорим, что вот эти моменты нужно обращать внимание, да, там, особенно если это подростки, там, или, ну, ранние, там, ну, всё-таки дети, ну, раньше, чем подростковый возраст, там, семь-восемь лет, если там может быть даже прорисованы сильно детали, там, сексуализированность, да, такая в рисунке, это тоже может быть проблема, да, ну, если вот такие моменты, да, если рисунок сегодня один, завтра другой, послезавтра третий, как бы, это вполне нормально, но если рисунок один и тот же повторяется, и мы видим по состоянию ребёнка, что он находится действительно в депрессии, в агрессии, ну, то есть каких-то в замке, ну, в чём-то таком, да, что не было такого, тогда нужно просто, конечно же, опять же, я бы рекомендовала обратиться к специалисту, в первую очередь, прежде чем расшифровать самостоятельно рисунок, да, я когда-то обратилась, да, я обратила внимание, что на рисунках моей дочери у людей нет носиков, вот вообще нет носиков, объяснить она была маленькая, объяснить она не могла, ну, то есть я узнавала силуэт, что это человечек какой-то, носиков, нет, я обратилась к психологу, и забыв о том, что некоторое время назад была операция по удалению деноидов, и, видимо, это был какой-то стресс, носики пропали, психолог дала очень простой совет, просто хвалите носики, у кошечек, собачечек, у дочечки, и, в принципе, за несколько дней у нас появился полный портрет, да, то есть иногда просто, а если бы это запустили, мало ли какие комплексы бы сформировались у человека? Да, конечно, если бы запустили, если бы еще и заставляли рисовать эти носики, да, там, вот почему ты не рисуешь носики, вот тут бы и родитель нанес травму своему ребенку, и мы говорим, что иногда дети сами, как бы, знают, что им нужно делать, но по большому счету, как им рисовать, для того, чтобы или на них обратили внимание, либо же, ну, они вырисуют, как бы в рисунке, в игре, они проиграют, чем меньше ребенок, до семи лет, это игровая форма деятельности, и вот там все спектры арт-терапии, пожалуйста, вперед, потому что с детьми по-другому, ну, даже не получится, скажем так, разговоры, уговоры, это не всегда получается, а проиграть, придумать сказку, собрать картинку, там нарисовать, слепить, это вообще всегда, пожалуйста, вот арт-терапия для детей, вот до семи лет, она полностью открыта, скажем так, и нужно ее развивать. Когда они вот на этом канале, когда они на этой арт-волне, седлать волну еще возможно. Спасибо, Оксана Донна, психолог у нас на включение, по-моему, очень интересный был разговор.